Ну что, друзья, соскучились по оптимизму? Сейчас немножечко вам оптимизма хочу дать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу дать достаточно оптимистический взгляд на развитие, ближайшее развитие рынков. Ну, на чем это основано? Давайте посмотрим сейчас на индекс РТС, например. Индекс РТС растет. Индекс РТС это совокупный, ну как бы усредненный индекс, который показывает усредненную цену акций на московской бирже в долларах. Вот, что будет с долларом? Все спрашивают, что будет с долларом. А давайте посмотрим, что у нас с долларом. Посмотрите, доллар к рублю у нас, это 4-часовой график, он добирался до максимума. Смотрите, вот он максимум, видите, да? Вот, потом, значит, раз, снова максимум. Вот он и снова вырос до этого же максимума. Точка разворота, точка сопротивления, он развернулся и пошел вниз, что и ведет к росту индекса РТС. РТС в долларах, значит, чем дешевле доллар, тем, как бы, индекс РТС выше. То есть, индекс РТС растет, акции в пересчете на доллары растут. Давайте посмотрим, что с индексом S&P 500. S&P 500, посмотрите, вот, ну, как бы здесь двойная вершина, можно считать, можно нет, двойное дно. Но прет вверх индекс S&P 500. Почему? Ну, потому что, вроде как, с пандемией справляются, вроде как, все хорошо, вроде налаживается. Байден там вступает в свои права, никаких санкций пока еще, ну, в ближайшие две недели не предвидится. Я хочу сказать, что, вот, мой вот этот вот прогноз на 2-3 недели не больше. То есть, оптимизм продлится. Смотрите, а что дальше будет, я не знаю. Вот, ну, то есть, индекс S&P растет, что говорит о том, что, ну, как-то промышленность развивается. Что у нас еще очень положительного? Вот оно, нефть. Нефть это наше все. Нефть растет. Никто и подумать еще совсем недавно не мог, что нефть может вырасти до 59-60 долларов. А до 60 долларов остается уже почти полдоллара. Давайте посмотрим, заплющим немножечко этот график. О, как росла нефть. Вы посмотрите только. Вы только посмотрите, какая динамика у нефти. Растет нефть. Почему растет? Ну, доллары печатают, доллар вроде как обесценивается. И куда идут все эти напечатанные доллары? Сначала на фондовый рынок, то есть в индекс S&P 500, который растет. Ну, у американцев стандартный метод повышения фондового рынка – это напечатать доллары и пустить их на фондовый рынок. То есть выкупить свои казначейские обязательства, тем самым задрать на них цену, доходность обязательств снижается, пока она низкая. Их выгодно скупать. Вот, количество этих облигаций на балансе Центробанка, ну, ФРС увеличивается. Ну, и ничего страшного. Зато все рынки растут вроде как. И начинают расти вот комодитис, то есть нефть. Давайте посмотрим еще на что. Давайте переключимся в другую программу, Финвиз. И посмотрим, что у нас происходит с другими материалами. Так, это нефть, мы уже посмотрели. Давайте посмотрим, что у нас происходит с металлами. Так, я плохо вижу. Металлы, вот они, металлы. Смотрим, золото. Вот золото падает. То есть все, как бы, в золото не верят. Золото падает, но оно упало уже до исторических, ну, как бы, до локальных минимумов. Я думаю, что здесь будет отскок. Я, честно говоря, в золото вложился. Что с серебром? Серебро, значит, запампили, значит, дошло до верха. Но сейчас немножечко остывает серебро. Платина. Платина промышленный металл. Ну, ничего. Медь. Вот самое интересное, это медь. Медь стабильно, ну, как бы, увеличивается. Почему медь самое интересное? Потому что медь, это металл, который больше всего используется в промышленности, в электротехнике, во всякой. И если медь растет, то, значит, и промышленность, вроде как, должна начать расти. Вот она так стабильно, достаточно увеличивается, достаточно давно. Поэтому здесь все хорошо. Так, с энергией мы посмотрели. Индекс доллара. А индекс доллара, так там вообще все хорошо. Смотрите. Индекс доллара, то есть, индекс доллара начинает расти, то есть, доллар по отношению к остальным валютам начинает расти. И при этом индекс S&P 500 растет. Вообще все хорошо. Вот, поэтому на ближайшие две недели я считаю, что на рынках будет позитив. Что в нашей стране? Смотрите. Ну, я уже говорил, в нашей стране политические в основном, ну, как бы, риски есть огромные. Потому что наш рынок сильно недооценен из-за политических рисков, из-за вероятных санкций. И у нас вернулся Навальный, вот, что грозило, в общем-то сказать, ну, достаточно большими потрясениями. Но я считаю, что он вернулся слишком рано. Слишком рано. Поэтому, ну, да, были волнения какие-то. Вот я сам присутствовал на Пушкинской 23-го числа. У меня запланирована куча экстремальных походов. Я хочу летом пройти, ну, моя мечта через путь Святого Иакова, это стартовать на севере Франции и дойти, ну, практически до Португалии. Там 700 километров, этот путь занимает, ну, 32-33 дня пешком. Вот, и, ну, там есть участки по горам. Если не получится, то это будет Ликийская тропа в Турции. Вот, ну, там попроще, но тоже есть возможность там, ну, любое количество километров пройти. А для того, чтобы это сделать, да, и у меня еще в планах восхождение на гору Килиманджаро. Для того, чтобы это сделать, я тренируюсь, я каждый день хожу по лесу. Ну, а сегодня я решил сделать небольшой экстремальный поход. В 31-й я не пошел, потому что, ну, я, в общем, сказать, подозревал, что там будет уже поход на Лубянку объявили. Я подозревал, что это будет жестко. На самом деле, никакой жесткости не случилось, что тоже хорошо на самом деле. То есть, ну, естественно, там есть крики, что, значит, там жестокость, там неоправданная и так далее. Но я, честно говоря, не увидел такой неоправданной жестокости. Я вот недавно смотрел Максима Шевченко, он говорил, что, в общем, сказать, полиция не настроена бить людей беспощадно, а, ну, достаточно миролюбиво они, как бы, были настроены. И, в общем-то, я с ним согласен, я это видел. Ну, не зверствовали, всех подряд не хватали. Ну, бывало, естественно, сказать, там, как бы, всякое, но, мне кажется, и толпа вела себя очень-очень мирно. То есть, вот, как бы, там вообще было все очень мирно, все люди интеллигентные, все друг другу выступали. Такие, ну, приятные люди, на самом деле, были. В основном те, которые протестовали, значит, протестует молодежь. Вот это вот очень важно, и поэтому, поэтому, да, смотрите, еще вышел фильм Навального о, там, дворце Путина и так далее, что очень здорово ударило по имиджу власти и по имиджу конкретно нашего президента, нашего всея Руси, значит, Владимира Путина. К чему это приведет? Вот, смотрите, рейтинг его несколько опустился, особенно среди молодежи. Это первое. Второе, значит, ну, в марте у нас, как бы, решено отложить всякие массовые выступления на начало марта. В принципе, я с самого начала думал, что они только начнутся в марте, они начались в феврале, это было рано слишком. Вот, что будет делать власть в связи с этим? Смотрите, рейтинг президента пошатнулся, рейтинг власти пошатнулся, значит, но не сильно. И сейчас, где-то в феврале, в конце февраля, ну, по идее, Путин должен выступать с посланием к федеральному собранию, в котором наметят очередные, значит, планы о том, как мы будем развиваться, куда будем идти, куда выделят деньги. И деньги будут выделены, я думаю, что деньги будут выделять очень ускоренным способом, потому что в сентябре выборы, и к сентябрю власть должна показать, что жизнь-то у нас улучшается. То есть, ну, там, может быть, каким-нибудь пенсионерам дадут по 200 рублей, значит, прибавку к пенсии. Я вполне это допускаю. И, насколько я понимаю, Мишустин уже готовит у нас, к Мишустину, кстати, никаких претензий, вот, судя по опросам, то есть, там, население оказывает ему доверие, я в том числе. Мишустин сейчас разрабатывает программу очередную. Раньше у нас были национальные проекты, сейчас то же самое, только, так сказать, те же яйца, только вид сбоку. Вот, в общем-то, так сказать, там, особенно ничего не меняется. То есть, ну, очередные планы, которые мы уже, значит, там, помните, да, Путин говорил, что когда-то мы догоним, так сказать, по уровню жизни Португалии, не догнали, значит, что Москва станет международным финансовым центром, не стало, что, значит, там, никогда не будет повышать пенсионный возраст, повысил, что президентом будет очень муторно, так сказать, 7 лет, это вообще нереально. Вот, он уже 20 лет и не собирается уходить. То есть, все эти планы, конечно же, ну, скорее всего, вряд ли сбудутся, но, по крайней мере, попытка будет сделана как-то поправить имидж. Это, во-первых, а, во-вторых, денег-то в бюджете дофигища. Вот, поэтому, что бы не увеличить дефицит бюджета на пару процентов, и тем самым, ну, легко можно улучшить просто прямо вот, видимо, жизнь людей. Тем более, что пандемию обещают, ну, отменить всякие эти ограничения антивирусные, ну, где-то в апреле-май, ну, иначе вообще власть снесут к чертовой матери, и во всей Европе то же самое планируется, в общем-то сказать, ну, как бы для внутри страны ограничения снимают, а вот на перемещение, боюсь, что вряд ли. Поэтому я жду какой-то вот, ну, там, чего-то такого, что должно поднять настроение у населения от властей. Вот, ну, чисто прагматически подхожу. Вот, поэтому до марта месяца, я думаю, что будет все пока хорошо. Тем более, что вот вы видите, что нефть растет. Где она тут у нас, нефть? Так, Energy. Бренд. Ну вот, нефть растет, мы видим, да? Дневной график, да, все нормально. Вот, ну, или здесь. Нефть, видите, растет, все шикарно, и все будет хорошо. На ближайшее время, ну, до марта месяца, где-то, ну, до 10 марта, я думаю, что все будет хорошо, ну, а потом может быть какое-то охлаждение. Там видно будет, скорее всего, и американцы уже что-то сообразят с санкциями своими. Вот, но, с другой стороны, американцы дадут пакет помощи экономике в 1,9 триллиона долларов, что, опять же, стимулирует рынок. Но санкции против России, насколько они будут болезненные, я не знаю. Вот, они будут, скорее всего, персональные. Наши, скорее всего, будут в истерике биться патриотической. Вот, ну, там посмотрим уже. Там будет развитие уже, как будет, как бы, по нарастающей идти вот эти протесты против власти. Успеет ли власть все это успокоить деньгами или нет, я не знаю. Там будет видно. Как вы считаете, мой прогноз верный или нет? Ну, как бы, я вот так считаю. Что я делаю со своей опционной стратегией? Вот, сейчас я вам покажу. Она сейчас вот такая. Она была вот здесь вот, здесь была так и вот так. То есть, я на центральном страйке продал и кол и пут одновременно. На эти деньги, на премию, которая продана от кол и пут, я купил, соответственно, уже больше. Слева, вот, ну, так сказать, вот столько вот купил путов. То есть, больше, чем, ну, для того, чтобы дельта была равна нулю. И сюда же больше. Сегодня, сегодня ожидаемо индекс РТС рванул вверх. Вот, рванул вверх. Но так как у меня дельта была равна нулю, то есть, вот такая вот чашечка, значит, она немножечко отклонилась сюда. И я передвинул вот эту вот штучку. Вот она была здесь. Сейчас я передвинул ее сюда и вот сюда. И у меня был процент использования ГО. Здесь был 5% для тех, кто понимает, для тех, кто закончил курс по опционам. Сейчас у меня 11%. У меня ГО еще вот так вот в запасе. Я думаю, что индекс РТС запросто вырастет до... Сейчас скажу. Вот он, индекс РТС. Он запросто может вырасти до 145. Легко. И я думаю, где у нас 145? Сейчас я вот эту вот линию вот сюда. Вот так. И где-то... Вот. Ну, судя по всему, это будет вот здесь. Вот. До четверга запросто может вырасти и, скорее всего, пересечет эту линию. Вот. Где у нас 147 500 следующий страйк? Ну, видно, что он может и его пересечь, и он до 150 может дорасти. То есть, я буду притерживаться этой же стратегии. То есть, вот здесь вот я буду держать дельта, равной нулю, и вот эту волну передвигать потихонечку, увеличивая процент использования ГО. Как я считаю? Посмотрите, я беру, смотрю вот здесь вот. Смотрите, здесь минус 8. И смотрю на дельта 0,51. И здесь 17 штук. У меня дельта 0,29. Я делаю так, чтобы минус 8 умножить на 0,51 плюс 17 умножить на 0,29 было близко к нулю. И все. То есть, у меня дельта равна нулю, а у меня вот этих вот, которые с дальним страйком, все больше и больше. Как только индекс РТС пойдет вниз, то я, значит, соответственно, продаю вот эти вот штучки, значит, ну, которые ближе к страйку. Вы видите, что сейчас я их могу продать 9 штук аж по 1880. И, соответственно, это прибавит мне еще там вот эта вот планочка, которая сейчас около нуля поднимется вот, ну, до 20 тысяч. Вот здесь вот. То есть, реально совершенно. Как только пойдет вниз индекс. Если он не пойдет вниз, я буду двигать вот эту вот, ну, и пока он будет повышаться, я буду двигать вот эту вот штучку, вот эту вот планочку сюда. То есть, я выкуплю вот эти вот 8 колов и продам вот эти все 17 продам и продам еще больше там, ну, еще, скажем, там 10, да? Вот сколько там будет. И куплю следующие уже 147 500 колы. Куплю еще больше, чем продам вот этих. Ну, соответственно, если я продам 17 плюс 10, я 27 штук продам, то, в общем сказать, я не в убытке, то есть, я, вот он, он сюда вот подъедет, да? Вот сюда подъедет, я 3 тысячи заработал, зафиксировал эту сумму, и, значит, у меня волна уже будет вот здесь где-то. Вот так. Ну, я думаю, что это понятно для тех, кто кончил курс для опционов, для тех, кто не кончил, ну, кусайте локти, смотрите и наблюдайте, что по поводу прошлого, прошлой недели, в прошлой неделе я зафиксировал убытки. Вот, по опционной стратегии, потому что, ну, у меня вот это вот было правое крыло, и оно перекатилось, и сюда пошло в минус. Поэтому, значит, там зафиксированы убытки, я не помню, там 1010 или 20, где-то так вот, что-то в таком духе. Вот, то есть, та прибыль, которую я получил за последние 3 месяца, ну, она немножечко уменьшилась. Там я получил 180 тысяч на 20 тысяч, они уменьшились за прошлую неделю прибыль. Но прибыль я вывел на фондовый рынок, так что, в общем-то, счет у меня сильно не пострадал. Прибыль, то есть, здесь я торгую сейчас уже на чистую прибыль, то есть, даже если все потеряю, то, в общем, за 3 месяца последних я в плюсе. Вот такие дела. Ну, собственно, как вы считаете, мой прогноз правильный или нет, согласны вы или нет, напишите, пожалуйста, будет ли падать доллар. Напишите, пожалуйста, как вы считаете. Вот, смотрите, вот доллар упал, сейчас он 75,0075. Если вы считаете, что доллар вырастет там до 80, напишите, пожалуйста, я порадуюсь за вас. Вот я лично считаю, что до 73,0075 запросто он может грохнуться. Согласны, нет? Напишите, напишите, что вы думаете по доллару. Вот, вот сюда вот он смело может улететь. Ничего страшного не произойдет. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий.